Привет, с вами канал Фактория. Несмотря на то, что кота заперли в холодильнике, недовольным он совершенно не выглядит. Подозреваю, что снаружи чрезвычайно жарко. Больше такое спокойное поведение животного объяснить нечем. Это очень досадно, когда на тротуар не хватило всего одной плитки. Но мастера постарались как могли скрыть этот недостаток, и у них даже почти получилось. Согласитесь, это очень обидно, когда собрался сварить себе вареников, например, с вишней, а среди них затесался один коварный маленький пельмень. Целое ведро щенков, это, конечно, очень мило, Но если добавить туда одного котенка, то уровень милоты начинает просто зашкаливать. И никто там не лишний, всем места хватает. Когда голубь пытался затеряться среди стаи уток, это еще как-то можно было понять. Но на что он рассчитывает среди черепах? Манекены — неотъемлемая часть любого магазина одежды. Мы настолько к ним привыкли, что даже не замечаем. А стоило бы, ведь некоторые любят под них маскироваться. Ну что ж, если это действительно стоянка для велосипедов, то никаких претензий к человеку быть не может. Он действительно припарковался правильно. Но очень хотелось бы посмотреть на этого человека вживую. Ведь доехать до места на велотренажере — это многого стоит. Вместо того, чтобы покупать вредную кока-колу, лучше купи полезный свежий огурец. Вот это, я понимаю, наглядная пропаганда здорового питания. Ну ведь похожи! Признайте, что они похожи! Определенно, это самое милое киви, которое мне доводилось видеть в жизни. Найти на этом фото собаку получается далеко не с первого раза. Зато, когда находишь, невольно начинаешь ей завидовать. Похоже, она познала значение слова «счастье». Швейная машинка, миксер, да какая в сущности разница? Никто и не заметит, если заменить одно на другое. Мне как-то раньше никогда не приходило в голову сравнивать пепси с баклажанами. А зря, ведь действительно похоже. А на этом фото можно наблюдать мастерскую маскировку колы под энергетик. Тут важно быть крайне внимательным при покупке и не перепутать. Мастерская маскировка газонокосилки под мопед. Ну а что, тоже бензиновый двигатель, колеса есть, да и скорость примерно одинаковая. Вполне логичное место для парковки. По-моему, это тонкий намек от продавцов, что вместо того, чтобы покупать детям бесполезные игрушки, лучше купить им полезный ананас. Витамины лишними не бывают. Кажется, ближайший пингвин что-то подозревает. Видимо, внедрение вражеского шпиона в пингвинью стаю провалилось. На этом фото отыскать лишнее определенно не составит труда. Отличить хинкальку от пельменей сможет даже первоклассник. Ну а что, котику лежанка, собачке лежанка, а чем олень хуже? Думаете, что ему не хочется лежать на теплом и мягком? Что за дискриминация оленей? Если кто-то из гостей не смог присутствовать на свадьбе, всегда можно выкрутиться из ситуации, использовав его фотографию. Главное, выбрать формат побольше. Все-таки совы это котики только с крыльями. Судите сами, бодрствуют по ночам, едят мышей, а уж про внешнее сходство я вообще молчу. И какая же добрая душа умудрилась поставить отбеливатель среди молока? Это обычная невнимательность или настоящая диверсия? Парень очень серьезно относится к кормлению голубей в парке. Чтобы не травмировать хрупкую голубиную психику, он даже замаскировался под одного из них. Собака ничем не хуже людей. Обратите внимание, как культурно она ведет себя в общественном транспорте. Некоторым пассажирам действительно стоило бы у нее поучиться. Похоже, среди куриц завелась настоящая бунтарка, которая портит всю идиллию, неся исключительно белые яйца и раздражает всех перфекционистов в округе. Самовыражение штука сложная. Конечно, этот парень сумел показать свое внутреннее я, но из коллектива он, конечно, выбивается изрядно. Можно сколько угодно покупать фигурки Супермена, но знайте, что Бэтмен всегда где-то рядом. Просто маскируется. Вот пускай этот кот потом не жалуется, что ребенок его воспринимает как мягкую игрушку. Сам виноват, раз так успешно под них маскируется. С этим раком определенно что-то не так. Утверждается, что цвет панциря является маскировкой и подходит к среде обитания. Ну и где он спрашивается, обитал, что стал голубого цвета? Раз панды тоже медведи, то и нечего возмущаться, что к ним подсадили обычного бурова. Все вполне логично. Вот так и появляются легенды о том, что кола и пепси на самом деле одинаковые напитки, только с разными этикетками. Может эти опасения на самом деле обоснованы, раз даже на заводе не могут определиться, что к какой партии относится. Перед вами очень культурная кошка, которая не разлеглась посреди дороги, как это обычно делают, а нашла свободное место у стеночки. Похоже, лебеди не видят подвоха и приняли этого резинового утенка в свою стаю без лишних вопросов. Непонятно, что это, толерантность или банальная невнимательность. Это называется оптимизацией домашних дел. Судите сами, коты сыты, ребенок молока попил, заодно помыли полы. Три дела одновременно. Еще одна жизненная несправедливость. Домашних котиков все кормят просто так, а опоссумов никто не любит. Но конкретно этот решил исправить ситуацию. Причем коты, похоже, не против. А вот это мне нравится. На полках, набитых разными вредными вкусняшками, очень приятно увидеть полезную здоровую картофелину. На месте котов довольно рискованно выбирать такое место для сна. Вдруг кому-то покажется, что их шкурки отлично будут смотреться на настоящих шапках. Идеальная маскировка для безбилетника прикинуться сумкой. Ехать в багажнике, конечно, не слишком удобно, но это лучше, чем совсем не ехать. Этот игрушечный молоточек очень хотел быть настоящим серьезным инструментом, но пока что только научился маскироваться под своих реальных собратьев. Похоже, кто-то в этом доме очень сильно любит корги. Можно даже сказать, что фанатеет по ним, учитывая количество игрушечных копий питомца. Кажется, этому котенку стало обидно, что голубей все кормят, а котят нет. Но он нашел выход из положения и решил затесаться в стаю. Вы только посмотрите на этого гуся. Он определенно знает толк в маскировке. Изучил повадки коллектива, к которому хотел примкнуть, и теперь успешно втирается в доверие. Зачем собирать глупые статуэтки кошек, когда есть такие очаровательные живые котята? Ведь никакая статуэтка не будет громко мурчать у вас на коленях. Правда, никакая статуэтка и в тапки не нагадит, так что у них тоже определенно есть преимущество. Вы достаточно внимательно рассматриваете коробку, прежде чем взять оттуда шоколадку. А вот надо бы, а то вместо нормального сникерса будете есть неизвестно что. Этой чайке определенно надоело самостоятельно ловить рыбу. В конце концов, зачем этим заниматься, если голубям дают еду просто так? Значит, примкнуть к голубиной стае гораздо выгоднее. Сразу видно, что человеку надоело лепить маленькие пельмени, и он создал этот эпический царь-пельмень. И почему их все такого размера не делают? Кажется, в этой семье слишком сильно любят хаски. Настолько сильно, что даже кота пытаются замаскировать под собаку. Вообще, кот выбрал не лучшее место для отдыха. Маскировка – это, конечно, великое дело, но интересно, сколько раз на него наступали, не заметив на этом коврике. Похоже, этот голубь нашел себе новую компанию. Пока лед не растаял, и нет необходимости плавать, он вполне сойдет за своего. Когда очень нужно повысить продажи непопулярного продукта, стоит замаскировать его среди более известных брендов. Авось кто-нибудь докупит. Похоже, этот тюлень справляется с работой ничуть не хуже, чем люди. Возникает вопрос, почему бы не заменить тюленями весь коллектив? Ведь мало кому из людей нравится запах рыбы. Поиграть в мяч тоже рады все. Так почему его вечно бросают только собакам? Посмотрите по сторонам, возможно, какая-нибудь свинья тоже не против поиграть. Так, рога есть, копыта есть, хвост на месте. По размерам тоже похоже. Значит, отлично приживется в стаде коров. Идеальное место для парковки, иначе не скажешь. Главное, чтобы машину не стали использовать так же, как и мусорные баки, под которые она так успешно маскируется. Интересно, это специально подобрали собачку, которая так похожа на игрушки? Или игрушки делали похожими на эту собачку? Полоски есть? Есть. Значит, стоит на своем месте, а содержимое не так уж и важно. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео. Фактория 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 Продолжение следует...